Сегодня 22 июля 2019 года Друзья, вы конечно все уже давно и хорошо понимаете, что если горят леса, то это кому-то надо. И если леса горят, горят и разгораются все больше и больше по всей территории России, Сибири в основном, то это опять-таки кому-то нужно. Это выгодно, но конечно бизнесмену выгодно все. Вырубить тайгу, сжечь тайгу, забрать воду российскую. Бизнес он же все продает, без конца и края, самое главное продать. Не важно даже, что продать. Итак, власти Красноярского края решили не тушить горящие леса. Министерство лесного хозяйства Красноярского края сделал официальное заявление, согласно которому большую часть территорий, охваченных пожарами, в Красноярском крае и Иркутской области не тушат по экономическим причинам. На данный момент от пожаров в основном страдают территории в Ивенкийском районе Красноярского края и на северных территориях Иркутской области. Основная часть пожаров, она действует в труднодоступных отдаленных территориях в так называемой зоне контроля. Соответственно, эти пожары, по большей части, по ним принимается решение о нетушении, поскольку там нет угрозы населенным пунктам, нет угрозы объектам экономики. И, соответственно, прогнозируемые затраты, они в разы, иногда в десятки раз больше, чем возможный ущерб, пояснила пресс-служба Министерства лесного хозяйства Красноярского края. Однако, в пресс-службе подчеркнули, что, несмотря на решение о нетушении этих территорий, за ними ведется пристальное наблюдение. Так, в случае опасности, угрозы населенному пункту или экономическому объекту, туда сразу будут направлены все силы и средства для предотвращения огня. А ранее нам везде писали и сообщали, как лесные пожары в Красноярском крае влияют на экологическую обстановку в Кузбассе и как долго продержится смог над регионом. Ну, что же вы хотите, друзья? Все продается, все покупается, поэтому невыгодно не тушим. Просто ведь кто-то должен тратить деньги. Ну, конечно, кто? Руководство Красноярского края. А если им деньги хочется положить себе в карман, тогда как быть? А тогда нужно написать такое постановление, что это невыгодно. Невыгодно экономически и никому это не мешает. То есть нет угрозы, направленной на населенные пункты этими пожарами. Однако, когда Иркутская область сгорела и там горели дома, целыми населенными пунктами сгорали. Деревни, люди, скот, тогда никто тоже не тушил, тоже невыгодно было. Там же просто люди, которые никого не интересуют, а здесь деньги, которые можно положить в собственный карман. Вот вам, какая ситуация глупейшая. Какие-то приматы, которые встали во главе наших регионов, правительства. И они диктуют только вот такие примитивно-денежные отношения. Невыгодно я не дам тебе денег, потому что деньги регионального бюджета они считают своими собственными деньгами. Я Таня Карацуба, Сигитбурхан.